Приветствую вас, вы конечно немного странно задаете вопрос в том плане, что вроде бы ушла девочка, вроде бы как, вроде бы как вы девочку хотите вернуть, да, но при этом вы пишете дату своего рождения, и дату рождения девушки, то есть, знаете, изначально ваш вопрос, он, как бы, такой, что, типа, психологический, да, запрос, а по факту выясняется, что вы задаете свой вопрос в разделе эзотерики, потому что, бата, вот, ну, то, что вы написали, да, то это эзотерический запрос вообще-то, вот, и исходя из этого, не совсем понятно, так вы к кому обращаетесь, к психологу или к эзотерику, если к психологу, то недостаточно информации до работы, потому что, ну, непонятно из-за чего девушка ушла к другому, какие у вас были проблемы, вот, для чего вы хотите девушку вернуть, значит, соответственно, вот вы спрашиваете, да, разобраться, что делать и как быть, то есть, то есть, непонятно, если вы хотите разобраться, то как вы хотите разобраться, то есть, как именно, как конкретно вы хотите разобраться в этой ситуации, знаете, вот, потому что, ну, как я уже сказал, ну, не хватает здесь подробностей, не хватает здесь, на мой взгляд, деталь, вот, ну, исходить, как психолог, я предлагаю вам из того, что лучше для вашей девушке, если вы ее любите, исходить я вам предлагаю из того, как вы восприняли, то, что она ушла к другому, вот, то есть, если вы восприняли подобный момент очень тяжело, то есть, это ударило, грубо говоря, сполам, очень сильно, и вы прям вот чувствуете себя униженно, и так далее, что это одно, и в таком случае девочку пожаловать расчет не стоит, потому что делаете это вы скорее для себя, а не для нее, и вряд ли она будет таким образом счастлива с вами, вот, если вы, в свою очередь, понимаете, что с вами девочка будет более счастлива, да, ну, более счастливее она будет с вами, то да, туда ее можно пытаться вернуть, но, во-первых, делать это нужно не для себя, а для нее, это, во-первых, и, во-вторых, если вы хотите вернуть, то ориентироваться нужно также на своей желанию, то, ой, на ее желанию, простите, на ее желанию, на то, чего хочет именно она, вот, то есть, если, например, вы считаете, что с вами ей будет лучше, то нужно показать, показать, в чем именно ей будет лучше с вами, вот, без этого, я бы сказал, что без этого не имеет смысла девочку возвращать, потому что, те проблемы, которые, ну, были между вами, они тоже нуждаются в решении, и это, на самом деле, второй такой важный момент, да, то есть, если вы хотите девушку вернуть, то обязательно нужно увидеть, почему вы с ней расстались, из-за чего вы с ней расстались, грубо говоря, и какую именно роль вы, вот, лично вы сыграли в этом, то есть, ответственность, как бы там не было, да, 50% лежит на вас, то есть, 50% ответственности за то, что вы расстались с девушкой, лежит на вас. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что вы поступили как-то плохо, я просто говорю о том, что вы, ну, скажем так, вы просто способствовали этому, то есть, ваше действие, ваше поведение, оно привело, по итогу, к тому, что, вот, ситуация сложилась так. И вам нужно это увидеть, вам нужно постараться увидеть эти моменты, для того, чтобы не повторять больше подобный эпизод, понимаете? Вот. На мой взгляд, это важно, и, на мой взгляд, без, опять же, этих моментов нельзя, не имеет смысла девочку возвращать, потому что, потому что вы её вернёте, а ситуация вновь повторится, опять. То есть, опять те проблемы, которые между вами были, они дадут о себе знать. И, по итогу, вы только сами время потеряете, и девочка будет страдать. Вот. Поэтому подумайте, в принципе, запрос у вас верный. Я хочу разобраться в себе, понять, что делать. Вот, это верный запрос. Ну, как мне видится, это запрос очень верный. Вот. Вы можете спокойно подумать, почему так случилось, почему так произошло, какую роль сыграли в этом вы. Ну, вот. Всё это, в принципе, можно и нужно сделать. И я полагаю, что, я полагаю, что, когда и если вы сделаете это, да, когда и если вы сделаете это, то вам будет проще, вам будет проще и легче девушку вернуть по сути дела. Вот. Опять же, если вы нацелены именно на то, чтобы она была с вами. Опять. Понимаете? Вот. На мой взгляд, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Ещё раз повторю. Ещё раз повторю. Важный момент. Определите для себя, к кому вы хотите обратиться. То есть, к кому. К кому вы хотите обратиться. Вы хотите обратиться к психологу или к эзотерику? Потому что психологи и эзотерики работают абсолютно в разных ключах. Вот. И выберите то, что вам удобнее, то, что вам ближе. И уже исходя из этого, вы можете совершенно спокойно разобраться во всём, что вас интересует. Вот. Если у вас остались вопросы по психологии, можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Удачи. Удачи.